Здравствуйте, Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко.Инфо и мы продолжаем тему объектно-ориентированное программирование в PHP и сегодня мы займемся такой темой как обработка исключений в PHP 5 появилась обработка исключений она проще чем в других языках но тем не менее она присутствует и данным классом исключений exception можно пользоваться ну для чего это надо давайте посмотрим на примере представьте что у нас есть код который необходимо обработать на исключения ну например если мы у нас какой-то например переменная а в ней будет единица и у нас есть переменная b в которой у нас будет 0 и мы делим переменную а на переменную b то конечно же у нас будет ошибка потому что делить на 0 нельзя нам необходимо обработать этот код на тот случай если у нас b станет исключениями на будет равно нулю ну например если мы сейчас это вот а я не сохранил сохраняю перегружаю и увидите что у нас пошла ошибка и пишет что предупреждение что деление на 0 не имеет места быть и так давайте обработаем этот код но в случае появление такой ошибки поэтому пишем здесь так try try сам код должен быть помещен в try try то есть попытка проверяем данный код на и пишем например такое условие если у нас b переменная b равна нулю то в этом случае пишем ключевое слово сроу бруга так аж пропустил сроу перебросим в исключение а исключение это класс он запускается создается объект то же самое к чему словом new пишем эксепшен эксепшен то есть мы ничто не делаем ничто иное делом как создаем объект класса только с помощью вот этого ключевого слова сроу сроу и здесь как в любом классе в конструкторе мы можем передать что-либо например напишем деление на 0 на 0 так если мы попадаем сюда то эта часть кода не выполняется которая будет ниже и сразу нас перебрасывают в отлов ошибок catch 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 здесь мы пишем в круглых скобочках exception 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 сюда ставим переменные е ну можно любую поставить все равно работать будет и далее в фигурных скобках введем отлов ошибки и так давайте напишем так и чё выводим на экран пишем так произошла ошибка ошибка далее здесь можно поставить тире далее канатинируем соединяем и выводим эту ошибку который у нас попадает в е и в конструктор вот это вот пишем гэд 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 гэсэдж 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 опять же соединяем здесь я поставлю бр 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 и далее пишем вводит в строке в строке 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 опять ставим переменную е и здесь пишем гэт лайн то есть вы видит линию в которой произошла ошибка гэт лайн ну и можно вывести например имя файла пишем так имя файла бр до новой строке объявляем и тоже самое выводим методом гэт файл гэт файл так ну давайте посмотрим что у нас получилось переоружаем и так у нас вывела произошла ошибка деление на 0 в строке 6 и имя файла если например у нас если у нас к примеру здесь любая попадает число отличное от нуля то все это весь этот слог ошибок все это исключение все эти исключения они не происходят там просто код выполняется дальше и так в исключении может быть еще одно исключение можно будет добавить еще одно исключение это начиная с php3 код будет поддерживать а сейчас мы сделаем небольшое такое опять же на закрепление задания переходим к заданию для закрепления исключением сделаем такое небольшое задание а именно уже знакомый нам класс юзер с конс со свойствами с конструктором с методом шоу-инфо который выводит который выводит значение и создали класс создали объект класса не юзер и класс шоу-инфо я напомню что в результате у нас получается вывод имя логин пароль теперь представьте себе что например по какой-то причине там забыли например вести третий параметр например я сейчас третий параметр конструктор мы не передали у нас пошли ошибки ну такой для для того чтобы а тут ошибка синтаксиса это лишняя запятая вот так вот мы перегружаем и вот у нас пошла ошибка неопределенная переменная п для того чтобы поймать эту ошибку давайте создадим вот такой вот и такие исключения задание будет следующее создайте все параметры конструктора юзер параметрами по умолчанию со значением пустая строка в конструкторе класса юзер генерируйте исключения если введены не все данные опишите перехват исключений и выводите в браузер сообщение об ошибке создайте попробуйте создать экземпляр класса юзер без какого-то параметра давайте выполним это задание вот здесь вот в конструкторе мы пишем вот так вот формируем исключения пишем try try этот код берем в кавычки и здесь пишем так есть значит по умолчанию мы все это создадим с пустой строкой поэтому пишем пустую строку присваиваем каждому из параметров пустую строку и и здесь пишем условия если если у нас переменная n равно пустая строка или переменная l пустая строка или переменная п пустая строка то в этом случае в этом случае мы пишем перебросить в объект класса exception так и конструктору здесь передаем сообщение которое будет выведено напишем так введены введены не все данные так а здесь и производим отлов ошибки на счету вот надо код поэтому не там я поставил скобочку нам что-то проверить этот код поэтому вот здесь вот мы ставим скобку и пишем catch catch exception переменная е а здесь в случае ошибки будет выведена следующая переменная е и метод get message выведет нам то что мы вот дали отсюда в конструктор передали так get message так 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 итак у нас есть класс в классе есть свойства есть у нас конструктор конструктор мы передаем передаем при создании нового объекта класса юзер какие-то значения и на случай если мы пропустили какое-то значение мы будем вот это исключение try код и условия что если у нас будет есть пустая пустые значения то в этом случае для однообразия поставим одинаково везде то в этом случае у нас класс exception запустит вот этот отлов ошибок и будет выведена должно быть выведено введены не все данные так давайте посмотрим посмотрим что у нас получилось я перегружаю введены не все данные то что нам и надо было по условию задания так на этом я заканчиваю переходим следующий скринкаст